Я Владимир Гусев, со мной на встрече мои коллеги и друзья. Рядом со мной сидит Илья Иванов. Илья – продакт-менеджер, и он отвечает в том числе за решения по коммуникационной платформе 3CX. Мы с Ильей на время вебинара сорендовали небольшую переговорную комнату в каворкинге и подключились удаленно, и ведем трансляцию из этой переговорной комнаты. На другом конце связи вместе с нами мой коллега Артур Дусов. Артур – менеджер по продукции видеоконференц-связи. Артур тоже подключился, он вместе с нами. Ну и, конечно, мы рады видеть вас, участников, кто пришел к нам на встречу. Сегодня у нас 15 человек. Очень приятно вас видеть, коллеги. Я вижу знакомые лица и новые лица. Так что начинаем. Тема сегодняшней нашей встречи – это каворкинг. Я переписнул слайд, добавлю, надеюсь, вам все видно. Вот, вы видите здание. Это реальное здание, фотографированное в городе Москве. И вот одно здание, если приглядеться, красного цвета, вверху на нем как раз написано это слово магическое – каворкинг. Мы видим, что в последнее время в России достаточно много приходит иностранных терминов, заканчиваясь их на инг – нетворкинги, краудфандинги, каршеринги, детейлинги. Некоторые из них уже настолько прижились, что, наверное, себе сложно представить, как раньше без них обходились. И вот одно из таких слов новых, пришедших в Россию – это слово каворкинг. Что оно означает, что это такое, что стоит за этим каворкингом? Почему мы все чаще и чаще встречаем в Москве, в других городах России – это слово каворкинг. Ну и, наверное, самое главное, почему этот каворкинг интересен мне, моим коллегам, а вам, нашим партнерам, кто занимается в секторе информационной технологии. Вот обо всем этом мы сегодня собрались, чтобы разобраться и понять, чем нам интересен каворкинг. Предварительно мы с Ильей обсуждали и договорились о том, что для того, чтобы начать эту тему обсуждения, все-таки надо сделать краткий экскурс в тему каворкинга. И Илья, вот сейчас я передаю ему слово, он постарается коротко пробежаться по главным терминам, понятиям каворкинга. Да, конечно. Всем еще раз здравствуйте. О тех продуктах, за которые отвечаем, очень попозже еще поговорим. Сначала действительно краткий экскурс в истории, если так можно сказать. Наверное, слово для многих из вас знакомое, да и, в принципе, в интернете всегда можно почитать о том, что это такое, но буквально в нескольких словах, я думаю, что вопрос все-таки нужно осветить. Ну, само слово каворкинг, значит, совместную работу, кооперацию, сотрудничество, думаю, тут перевести достаточно просто. Слово не такое уж новое, на самом деле. Первый каворкинг в современном понимании, ну, понятно, что принципы совместной работы, общего труда, они были еще и в исторические времена, но именно вот каворкинг, как понятие современность 21 века появилось в 2005 году на волне роста интернета и первых стартапов того времени в Сан-Франциско. Идея была в том, что люди, занимающиеся профессиями, связанными с IT, с веб-разработкой, с программированием, могут прийти в общее место, где для них созданы все условия для комфортного труда, чтобы они ни на что не отвлекались, ну, и при этом, находясь в некой общей волне, в общих интересах, могут эффективно трудиться и повышать свой КПД. Ну, действительно, во многих случаях каворкинги – это удобнее и более эффективно, чем, например, работа из дома. Ну, мы это понимаем. Далее рынок начал стремительно расти, каворкинги уже в следующие годы появились в Лондоне, в Берлине, в других европейских, американских городах. Сейчас эти каворкинги переросли уже в крупные международные сети, насчитывающие десятки различных пространств в разных городах. Также они открываются по франшизе. Ну, вот в России первое заведение под именно названием «Каворкинг» с таким позиционированием появилось в 2008 году в Екатеринбурге. Если у нас есть партнеры из Екатеринбурга, напишите в чатике, передаю вам отдельный привет. Ну, если вы смотрите нас на Ютубе, тоже пишите в комментариях, были ли вы когда-нибудь в этом каворкинге, который называется «Башня». До сих пор работает, ну и, собственно, они гордятся тем, что стали первыми в России. Уже к 2014 году больше 300 тысяч человек по статистике по всему миру работали более чем в 6 тысячах заведений. Ну и дальше, естественно, рынок продолжал только расти. Конечно, нужно отметить, что именно в 2014 году начался также и активный рост каворкингов в России. Это было связано с различными факторами. В первую очередь, тот экономический кризис, обесценивание рубля, дестабилизация рынка офисов, желание компаний как-то сэкономить приводило к этому. Ну и плюс появление большего количества людей, работающих самостоятельно, фрилансеров, самозанятых. Сама парадигма, само мышление людей во многом меняется, и структура экономики тоже, что, конечно же, дает дополнительный импульс к росту каворкингов. Вот, кстати, в чате написал Борис Тарасов, очевидно, из Екатеринбурга, чтобы пока еще в этом упомянутом каворкинге не были. Ну, отлично, я думаю, можно ради интереса сходить посмотреть. Таким образом, как объективные, так и более глобальные факторы привели и приводят к росту этого рынка в России все последние годы. Ну и даже на волне пандемии, можно так сказать, этот рынок не схлопнулся, не закрылся, ну и даже находят какие-то новые драйверы роста. Ну и нельзя не отметить, что мы все стали жить более быстро. Если по статистике средний рост жизни компаний сократился с 50 до 5 лет, все больше организации имеют горизонт планирования не больше нескольких месяцев, то рынок каворкингов становится более-более актуальным. Вот на слайде вы видите красивую картинку. Каворкинг Фрэнс в Бруклине, один из известных таких мировых. Красивые, солнечные картинки, где люди работают, добиваются успеха. Вот, пожалуй, такая идеология каворкингов с этим бизнесом и связана. Ну, конечно, да, нужно сказать, что каворкинги бывают разные, и в последнее время все больше разных открывается. Мы все больше говорим про IT, про стартапы, но также можно придумать и найти самые разнообразные, более, так скажем, экстравагантные примеры. Швейные каворкинги, столярные, всевозможные технопарки, какие-то даже сельские каворкинги, где люди совместно проводят какую-то работу. Так что это не только зоны экономики, в которой развивается малый и средний бизнес, самозанятые или какие-то стартапы, но и могут быть самые разные сферы. Думаешь, на этом месте, Владимир, можно вернуть тебе слово? Я бы, знаешь, твою эту тему подытожил, чтобы, скажем так, к чему все это было, коллеги, и к чему мы все вели, потому что каворкинги, вот с нашей точки зрения, мы сейчас с Ильей мы тоже обсуждали эту тему каворкингов, и решили для себя разделить их на две большие группы. Изначально каворкинги развивались по интересам, и в основном потребители были это люди индивидуальные, которые приходили. И мы, те же самые, допустим, швейные, столярные каворкинги, когда приходит человек, платит там свои деньги, занимается интересным хобби, интересным делом, и мы эти каворкинги поместили в группу так называемую модель, по модели B2C. Но вот в последнее время, там последние несколько лет, мы видим, что потребителями и те, кто приходит в каворкинг, все больше и больше становятся компаниями из рынка B2B, то есть приехали стартапы и малый и средний бизнес. Какой-то, по каким-либо причинам, эти причины могут быть разными, они приходят в каворкинг и предпочитают арендовать места в каворкинге, заменяя их на аренду собственного офиса. Но это вот мы поместили в модель B2B. К чему мы это все говорим, что вот эти две модели? Потому что с нашей точки зрения на сегодняшний день каворкинги целиком и полностью удовлетворяют потребности сегмента B2C. Там есть все, что нужно для того, чтобы там заниматься любимым делом или там персональной, там индивидуальной деятельностью. А вот то, что требуется сегменту B2B, там недостаточно. И вот эту тему мы сейчас плавно начинаем подходить и обсуждать. Нам нужен, конечно, бы эксперт для этой задачи. И я со своей стороны задаю вопрос и отвечаю, что эксперт такой есть, и вот этим экспертом называю себя. Почему называю себя? Потому что до прихода в компанию Appymatic я работал в компании, компания тоже из IT-сектора, которая пользовалась услугами каворкинга. И я хочу познакомить вас с историей, почему компания приняла решение поработать в каворкинге и что из этого получилось. История достаточно простая и банальная. Там заканчивался срок аренды весной старого офиса, компания расширялась, искали новый офис, который больше по площади. Соответственно, вы помните все, что произошло весной, ограничения, связанность с пандемией, часть сотрудников уходит в работу из дома. И уже непонятно, то есть компания находится в неопределенности, что же делать. Вроде как старая аренда заканчивается, старую однозначно продать не будем, в новой тоже непонятно, сколько там людей нам нужно. Компания принимает решение. Так, мы временно, пока есть неопределенность, неопределенность именно внутри страны, на государственный уровень, мы переезжаем в каворкинг. Решение было однозначно правильно по истечении времени, потому что в каворкинг, давайте еще раз пройдемся, там есть все для работы. Там есть подключение к интернету, там можно использовать офисную технику, печать, сканирование, копирование, там есть камера хранения для ценных вещей, там есть пользование кухней, там чай, кофе, там отдельно можно заказать сервис, там комплексные обеды будут приносить, там есть уборка, то есть вот все, что есть в обычном офисе, есть в каворкинг. Достаточно количество розеток, обрезается ли нам? Да, все это есть. Вот при этом я даже вот, смотрите, следующий слайд, на нем представлены схемы, типы и планировки помещений. К сожалению, здесь все очень мелко, но надеюсь, вы все-таки разглядите. Если бы я вам не сказал, что это каворкинг, я думаю, что никто из вас не догадался, что это помещение именно специализированное под каворкинг. То есть однозначно здесь видно, что это нормальный распланированный офис. Здесь в этих помещениях есть что? В этих помещениях есть там незакрепленные рабочие места, закрепленные там офисы, там на один, на два, на три, на четыре, там на шесть человек. Отдельные комнаты для деловых переговоров, что мы называем переговорными. Вот именно в этом бизнесе, в каворкинге, там пять переговорных комнат в различном форфа-факторе выполнены. И там есть зал для отдыха. И в отличие от тех каворкингов классических, которые изначально пришли, где в основном было открытое помещение для работы, здесь общее помещение, где работают сотрудники, занимает не более 20%, помещение в офисе. Но, вот теперь начинается но. Что же не хватало нам, там, компании, где я работал, для осуществления бизнес-деятельности? Ну, первая проблема – это офисная телефония. В силу моей персональной работы, для меня это было непринципиально, потому что по роду моих обязанностей, ну, мое все – это мобильный телефон и компьютер. Мне этого достаточно было. Но есть подразделения, там, в частности, там, клиентская служба, отдел поддержки, которые завязаны на офисный телефон. И это проблема была. Это серьезная проблема была. Как обеспечить, ну, там, телефоном на стол сотрудника, который должен пользоваться этим телефоном? Потому что работа через компьютер, то, что пытались реализовать решение, оно работало очень плохо и были нареками. Вторая проблема – это проблема переговорных. Проблема более чем серьезная, причем она и для бизнеса, и именно для владельцев коворкинга. Почему? Потому что переговорные занимают достаточно большие площади. Там, любая переговорная начинается от 6 квадратных метров. По ценам Москвы 6 квадратных метров – это значит, люди там закопали 3 миллиона рублей. А при этом пользуются переговорными от того времени, которое есть рабочие. В лучшем случае 20-30%. Что же тормозит использование переговорных? Две вещи. И они тоже на поверхности. Первая – это административная вещь. Для того, чтобы забронировать переговорные, это еще та история. То есть там надо пойти к администратору, поговорить с ним. Если там время, которое ты хочешь забронировать, потом согласовать со своей компанией, отправить заявку. И вот эти административные препоны, которые там превращают бронирование переговорных в историю, которая тебя отнимает минут 15, а то и полчаса, приводит к тому, что люди решают проблему по-другому. Приходит какое-то время в кабинете, в котором ты сидишь, у вас 4 человека, 2 человека уехали, 2 места освободилось, они проводят переговоры. Но переговорные не используются по назначению. А это потерянные деньги для кого-то. И вторая проблема в переговорных, это проблема в том, что, опять же, я вот сейчас переключу на слайд, да, там два типа есть переговорных. Есть так называемые совсем маленькие переговорные, да, где там стол и стулья, где люди собираются достаточно быстро, сели, переговорили, они максимальная вместимость 4 человека, но они очень удобные там для решения вопросов тет-а-тет, там вдвоем или втроем собраться. А есть так называемые, как они называют, смарт-переговорные. Ну, что у них есть? Это стул, тоже кресло, клипчарт и телевизор с HDMI. И это все. В общем, мое мнение, что назвать такие переговорные, у меня язык не поворачивается, сказать, что это смарт-переговорные. Что там смарт-телевизор? С телевизором ты никого не удивишь. Если у меня не переговорные, обычно нужна для кого? Для разговора с моими контрагентами. У меня каждый день есть переговоры. Там то по Zoom, то по Skype, то там еще по каким-либо другим платформам. При этом я прихожу в эту переговорную, и у меня все упирается в ненормальную озвучку и в плохое качество камеры, которая у меня на Дубке. То есть здесь не хватает, вот на этом торте не хватает и вишенки. Эта вишенка – это в нормальном оборудовании видеоконференц-связи, которая там по стоимости занимает, я не знаю, там, единицы процентов от того, что люди в каворкинге потратили на оснащение переговорное. Я уже сказал, что такая переговорная ее стоимость там от 3 миллионов, плюс ремонт, плюс закажи оснащения. Это там явно за 4 миллиона проходит. Вот поэтому теперь вот мы наконец-то перешли к главной теме нашей встречи, о том, что как же нам все-таки построить эти смарт-офисы, как нам решить вот эти 3 проблемы, которые не позволяют сейчас каворкингам привлекать и делать помещения свои привлекательные именно для бизнеса. Поэтому я обратно возвращаю слово моему коллеге Илье и попрошу ему рассказать сначала про проблему, связанную с офисной телефонией. Могу еще небольшое замечание дать. Конечно, сейчас каворкингами называют все, что угодно. Один раз в Саранске заходил в такой каворкинг, который, по сути, был антикафе в подвале, где даже мобильный телефон не ловят. Ну и как бы говорят, ну вот, кресло, садитесь, делайте все, что вам нужно. Но все-таки мы говорим немножко про другие вещи, уже больше в сферу, упомянутого выше термина, офис шейнга, ну и опять же смарт-офисов, где действительно больше внимания уделяется IT-сфере, ну и в том числе как раз к вопросу телефонизации. Я извини, я тебя перебью, мне понравилось это слово. Я думаю, что правильно, вот то, что мы сейчас обсуждаем, на самом деле, изначально термин был каворкинг, а на самом деле сейчас это не каворкинг, а это офис шейринг. С точки зрения именно тех бизнес-процессов, которые проходят. Полностью согласен. Небольшое замечание для тех, кто смотрит нас в прямом эфире. Коллеги, вы можете сами регулировать экран, увеличить, например, презентацию, если хотите что-то рассмотреть. У вас есть кнопочки на экране, это делается не на нашей стороне, а на вашей. Так что можете увеличить нас, презентацию, кому как больше нравится и хочется. Так вот, возвращаясь к вопросу телефонии. Я отвечаю в том числе за бренд 3CX нашей компании, ну и за некоторые другие, например, за домофонию от Fungle. Но понятно, что вопрос установки домофона в каворкинге, он ничем не отличается, в принципе, от любого другого офиса. Поэтому мы не будем на этом останавливаться, посмотрим именно аспекты, которые важны конкретно при работе каворкинга. Так вот, при вопросе создания и использования IP-телефонии в каворкинге возникают два сценария. Либо часть сотрудников какой-то компании переходит на работу в каворкинге. Это может быть совмещено с надобной работой, либо по какому-то расписанию, либо просто часть сотрудников делится. Это может быть также связано с борьбой с пандемией, чтобы меньше люди проводили в общественном транспорте и вообще общались друг с другом непосредственно вживую. Но в любом случае мы имеем сотрудников, которые, ну, например, 20 человек работают часть времени в каворкинге, кто-то работает по домам. Возникают в этом некоторые сложности. Но второй сценарий, когда просто отдельные люди, фрилансеры, самозанятые, приходят в тот же самый каворкинг, ну, собственно, единичные люди, и тоже хотят получить какую-то IT-инфраструктуру. Но при этом сложности у них так или иначе возникают общие. Во-первых, как решается проблема телефонии? Ну, понятно, что в большинстве случаев это просто мобильный телефон, который сейчас есть у каждого сотрудника, по сути, он может кому-то позвонить, принять вызов, но до какой-то поры, до какого-то рубежа. Во-первых, при массовых исходящих обзвонах многим не хочется светить свой номер. Ну, понятно, что можно завести виртуальную симку и решить как-то самому эти проблемы, но кто хочет этим заниматься? Во-вторых, конечно, мало кто хочет использовать свою собственную сим-карту для междугородних и международных звонков. Ну, потому что, во-первых, это просто дорого. Я не понаслышке знаю одну компанию, где на решение этого вопроса именно вот в такой схеме каждому сотруднику выделяется 8 тысяч рублей в месяц на мобильную связь. Примерно там на 50 сотрудников, работающих так вот в полях, где-то в каворкингах или дома. Ну, согласитесь, бюджеты очень неоправданные, и этот вопрос можно решить совершенно по-другому. Здесь, собственно, мы предлагаем взять на помощь решение от 3CX, у которого есть прекрасно работающий мобильный клиент, мобильное приложение, ну и, собственно, десктопный клиент также для работы с ноутбука. То есть, можно взять самую маленькую лицензию от 219 евро в год, это цены конечного заказчика, и, соответственно, предоставить всем удаленным сотрудникам учетные записи, возможность работать через приложение, ну и, соответственно, чтобы они по СИПу могли связываться с некой там офисной АТС, допустим, которая есть в офисе, даже если он сейчас полностью закрыт, ну понятно, что инфраструктура-то осталась, и, соответственно, успешно пользоваться именно IP-телефонией, не тратить лишние деньги, ну и звонить, по сути, со своего офисного номера. При этом настраивается все буквально в два клика по QR-коду настраивается мобильное приложение, все сотрудники все время на связи. Также решается другая проблема сопутствующая, того, что, ну, хочется, чтобы у сотрудников же оставались короткие добавочные номера, чтобы они сразу получали переадресацию с входящих звонков на офисный телефон. Пожалуйста, точно так же в том же самом мобильном приложении от RSIX, например, вы будете видеть все звонки, моментально их получать, и, собственно, проблем никаких с этим не будет. При этом, почему я говорю о таких маленьких бюджетах, именно, называю сумму 219, это действительно маленькая лицензия на 4 одновременных вызова. Но при этом количество сотрудников, количество абонентов, которые можно подключить, оно, по сути, неограничено. То есть вы можете посмотреть статистику, будь у вас хоть там, не знаю, 100, например, сотрудников, работающих в удаленном, если они мало звонят, проблем никаких. У всех можно обеспечить этой возможности, и в нужный момент они в рамках небольшого бюджета смогут все свои вопросы решать. То же самое можно предлагать и сотрудникам, которые, и сотрудникам, простите, а посетителям каворкинга, которые пришли сами, ну, условный фрилансер. Можно точно так же выдать инструкцию, как два клика, подключить то же самое тестер CX со своего мобильного телефона, совершать, например, международные звонки, или обустроить некий переговорный пункт в каворкинге, где будет стоять IP-телефон. Можно взять простую, надежную модель без лишних кнопок, ну, например, FunVillage 2U, который стоит, ну, буквально, несколько тысяч рублей, ну, и который не жалко если что, испортить, если ее сломают. Ну, то есть варианты оборудования тоже могут быть разные, ну, и, соответственно, гости могут решать все свои вопросы с такими звонками. Ну, конечно, тут стоит вопрос для каворкинга, как это правильно тарифицировать, как устроить биллинг, чтобы там особо ушлые клиенты целый день не проводили за звонками куда-нибудь на Барбадос, но это вопрос уже немножко другой. И еще одно интересное замечание, даже в самые маленькие лицензии 3CX, опять же, на 4, например, одновременных вызова за 200 евро в год, по сути, включено неограниченное количество участников веб-митингов, веб-конференций, вебинаров. То есть это такое приятное, по сути, бесплатное дополнение, что, опять же, любой сотрудник или любой гость, пришедший в каворкинг, может, по сути, пользоваться веб-конференциями, создавать их буквально в два клика по расписанию или прямо в данный момент и решать все свои вопросы, проводить встречи с заказчиками, проводить вебинары на неограниченное количество слушателей и успешно работать. Так что пользуйтесь 3CX, это может быть как дополнение уже к существующей офисной связи, ну, или в перспективе замена полностью. Ну, и вас, как партнеров, также призываю внимание, обратить внимание на это решение. Конечно, может быть, сумма 219 евро не так интересна для партнеров, но, во-первых, это ежегодный заработок, ну, а, во-вторых, все-таки речь идет о сумме от комплексной проекта, понятно дело, что там наши партнеры смогут заработать больше. Ну, наверное, Pro3CX на этом еще. Да, Илья, спасибо. Значит, я уже вижу от Виталия Корекина вопрос, кому все это можно продать. Коллеги, мы сейчас с решениями закончим, потом эту тему обсудим, потому что это одна тоже, одна из самых основных тем, которые нам надо обсудить, потому что кто все это будет покупать. Мы это по завершении презентации с вами поговорим в конце презентации. Мы не будем долго останавливаться на каждом слайде, я передаю слово, посмотрим, что есть еще. Сейчас давайте вернемся. Первую проблему обсудили и предложение Ильи заслушали. Теперь передаю Артур, ты нас слышишь? Артур, студия, Demo.ru. Да, Владимир, слышу. Слышу, да? Отлично, от того, до тебя дойти нам очень далеко. Так, значит, я вернусь ко второй проблеме, с которой столкнулся, это переговорные. Еще раз напомню, мне хотелось бы сейчас услышать, какие есть решения для того, чтобы можно было общаться с контрагентами, используя хорошие и видеокамеры, и хорошую озвучку в переговорных, которые сейчас по факту оснащены только там одним телевизором коворкингом. Поэтому посмотри, пожалуйста, что ты нам можешь предложить, когда у меня есть ноутбук, с которым я прихожу в переговорную, у меня там есть приложение Teams, Sky4Business, Zoom, и вот как все это мне теперь сделать, чтобы это все красиво работало, и мои партнеры видели меня красивым и хорошим, и молодым, если это можно будет сделать. Да, Владимир, спасибо, подтверждаю, есть решение твоей проблемы, оно называется Bring Your Own Device решение, то есть приноси собственное устройство, подключи и работай. Именно так расшифровывается аббревиатура Bring Your Own Device. Идея в том, чтобы оснащать переговорки только самым необходимым, то есть видеокамерой, озвучкой, а устройство для связи пользователь приносит с собой. То есть ноутбук, на котором установлены приложения для связи, то есть Teams, как ты сказал, Zoom, или какие-то другие коммуникационные приложения. И как бы получается достаточно бюджетное решение, так как самый дорогой компонент устройства связи пользователь приносит с собой. Аудио-видеосистема, она как бы разворачивается на месте. И экономия здесь может достигать до двух третей, общего решения. Поэтому это решение достаточно популярно в тех случаях, когда требуется такое бюджетное решение. Что касается Ялинка, Ялинк здесь предлагает решение, называется UVC30 CP900 Device. Вы сейчас видите его на слайде. Как видите, это комплект для оснащения небольшой переговорки периферии, то есть видеокамера UVC30 широкоугольная небольшая камера, спикерфон 900 CP900 и в качестве USB коммутатора используется Biotbox так называемый. И блок питания. Сюда же входит в комплект. Значит, это все разворачивается в переговорной комнате и на стол вводится один только USB-интерфейс, куда как раз непосредственно пользователь подключает свой ноутбук. И как бы у него получается полноценная переговорная комната либо рабочее место, готовое к применению. Кроме стоимости, о которой мы уже сказали, здесь есть еще свои плюсы. Во-первых, это многофункциональность. Свой ноутбук сам по себе уже многофункциональный элемент. Здесь еще переговорку также можно использовать не только как для видеоконференции, но также для локальных конференций без устройств связи, оснащенные только ноутбуком, оснащенные только экраном и вот этим комплектом. И как приходите своим ноутбуком, подключаете к USB-интерфейс и можете продемонстрировать на экране слайды и делать уже локальную встречу, локальную конференцию. Вот. Ну, само решение оно как бы не новое, то есть оно Владимир, будешь слайд переключить? А, хорошо, я понял, сейчас Артур я переключу, единственное, что коллеги, я от себя сейчас добавлю, потому что картинки вы видели, все это понятно, сейчас показать, как это все работает, потому что мы с Ильей, когда приехали вот там в очередной раз повторюсь, в переговорной каворкинге, здесь этого оборудования нет, мы привезли его с собой, и поэтому сейчас я вот подниму компьютер, вот вы увидите, сейчас вот камере поднесу, вот видите, этот один провод, к которому мы подключили наш компьютер, и все, больше здесь ничего нет, камеру, конечно, я вам не смогу показать, потому что идет трансляция через камеру, единственное, что вот, я видите, я камеру закрываю на компьютере, вы понимаете, что это идет как раз камера EVC-30, которые мы привезли, причем, вот видите, она подстраивается, да, под нас, под говорящего, и вот рядом с нами стоит вот спикер, через который, соответственно, мы великолепно слышим вам, и надеемся, что адекватно и у вас такое же хорошее качество сигнала. Так, ну, на этом свое небольшое добавление я заканчиваю, Артур, принимай. Я буду уже про самое решение, про саму идею, то есть, ну, вы наверняка помните, оно было популярным какое-то время назад, где-то в конце, наверное, первого, первого десятилетия 2000-х годов, вот, затем про него как бы забыли, и вот сейчас, в последнее время, оно как бы приобретает вторую волну популярности, ну, связано оно в основном с тем, что, как бы, во-первых, сейчас очень популярно становится, как бы, массовое оснащение таких компактных переговорных комнат хадо-рубов, вот, а так как их количество очень большое, а статус не слишком большой, то есть, как бы, пользуются ими, как бы, не топ сотрудники компании, не топы, а рядовые сотрудники, соответственно, как бы, особо тратиться на них, особо не ходится, и поэтому здесь, вот, как раз, такое бюджетное решение, оно, как бы, очень хорошо подходит, вот, ну, и плюс пандемия тоже внесла свою лепту, опять же, вдруг оказалось необходимо массово оснащать рабочие места, удаленные, причем в условиях ограниченности бюджета, так как никто не ждал, что это возникнет режим самоизоляции, и придется, как бы, оборудовать рабочие места и, как бы, домашние офисы удаленные. и, как бы, здесь вот, нельзя сказать, что, как бы, я лень был готов к этому, как бы, предвидел эту пандемию, но оказался готов и предложил такое решение. И вот, дальше, вот, следующий слайд, пожалуйста, Владимир, я вам покажу, что, как бы, количество оборудований для таких решений Ялик предлагает достаточно широкий ассортимент. Здесь вы видите видеокамеры, которые можно использовать в этих решениях. Это USB видеокамеры. Здесь, видите, как дальнобойные, 12-ти кратной оптикой, камеры 80-е есть, рассчитаны на большие переговорные комнаты, и с 5-ти кратной оптикой 50-я камера на средней переговорной комнаты рассчитана, и широкоугольные камеры UVC-30 и UVC-дестоп, как видно из названия, рассчитаны на небольшие комнаты, либо на рабочие места, удаленные рабочие места. Ну, здесь, наверное, не буду останавливаться, почему, что, как бы, эти камеры, они рассчитаны, как раз, на применение в переговорных комнатах. Здесь используется функция PTZ, то есть, камеры можно управлять, направлять, и также скажу о особенностях этих решений. Ну, во-первых, UVC-30, UVC-30, Руби-дестоп-версии, они очень популярны, во-первых, это 4К, во-вторых, это широкий угол обзора видеокамер до 120 градусов, что как раз позволяет их применять в небольших переговорных комнатах, там, где все близко сидят к экрану. встроенный микрофон, встроенный микрофон, у UVC-30 дестоп, и, что касается UVC-50 и UVC-80, здесь как раз есть возможность также для подключения внешних микрофонов и внешних аудиосистем. Есть уже входы, как бы, для подключения аудио-видеосистем непосредственно к видеокамеру. То есть, здесь, как бы, в определенных вариантах можно обойтись даже без USB-бокса, без USB-коммутатора, бьетбокса, а уже непосредственно подключая видеокамеру одним проводом USB, а всю аудио-видеосистему подключая уже непосредственно к этим видеокамерам. Здесь тоже, как бы, интересно, такое решение тоже может возникнуть. Вот. И на следующем слайде у нас показаны аудио-видеосистемы, которые мы предлагаем, вот такие решения. Это, опять же, они рассчитаны на применение помещений переговорных комнат разных размеров, вот, начиная от CP900 с радиусом захвата примерно 2 метра, такой точный захват, то есть вы ставите в центре стола и в радиусе в двух метрах можете рассесть, и будет вас хорошо слышно, как бы, и громкость звука достаточная, и захвата голоса обеспечивается в радиусе до двух метров. Второй спикерфон это CP960, популярное устройство, вы наверняка знаете, то есть он уже большой популярность приобрел в России и в мире, вот он уже рассчитан на, здесь радиус захвата 6 метров, соответственно, уже рассчитан на переговорные комнаты среднего и большого размера, в среднем, так, 5-11 мест. И для больших комнат можно предложить тоже CP960, но уже с дополнительными микрофонами, радиус захвата каждого микрофона до 3 метров, соответственно, позволяет покрыть зону уже большего размера, там, до 20 метров, до 100 квадратов, это в максимуме, конечно же, да, но, тем не менее, то есть, микрофоны здесь дополнительно могут быть как беспроводные, так и проводные, что также удобно, то есть для разных применений, для разных клиентов, вот, и беспроводные, вот, микрофоны также используются очень часто, например, для спикеров, да, то есть, когда все сидят за столом, а выступает только один, который выходит, например, к президиуму, либо на место выступления, как раз к нему передается такой беспроводный микрофон, без проводов, и он, соответственно, вещает через него, вот, ну, и еще одна новинка, которую мы предлагаем в этом году, это UVC-40, это тоже USB-видеокамера, точнее, это USB-видеобар, то есть, это, как бы, такой апгрейд видеокамеры, с интеграцией уже в него, конкретно, уже всей аудио-видеосистемы, здесь встроены 8-ми микрофонный массив, встроенный динамик, встроенный Wi-Fi, ну, и, соответственно, видеокамера, причем, видеокамера, очень, достаточно такая, мощная, то есть, у нее емкость в осуществительной матрице составляет 20 мегапикселей, это рекорд, на текущий момент, ну, по нашему обзору на рынке, то есть, больше такой емкости видеокамеры нет в таких решениях, аналогичных, что нам позволяет, ну, здесь реализован так называемый электронный 5Z, да, то есть, камеру можно наводить, используя вот такую широкую матрицу, светоучислительную матрицу, и, соответственно, вырезать кадр, подстраивать под присутствующих в комнате, то есть, поддерживается функция автокадрирования, которая, во-первых, делает обзор всех участвующих в переговорной комнате, определяет их, и уже оптимально подстраивает кадр, так, чтобы все присутствующие попадали оптимально в кадр, ну, в центре находились, соответственно, если пришел дополнительный участник, кадр расширяется, чтобы он тоже попал в этот кадр захвата, вот, вот такая интеллектуальная функция вот этой новой USB-видеокамеры, USB-видеобара, здесь еще есть вторая интеллектуальная функция, это отслеживание докладчика, встроенный микрофон из 8 микрофонов, массив микрофонов, позволяет определяет направление, откуда идет звук, и уже подстраивать кадр захвата, опять же, этой видеокамеры, непосредственно, уже на выступающего сотрудника, не на всех присутствующих в комнате, а конкретно на выступающего, и показывать его уже в таком хорошем качестве, плюс именно емкость, высокая емкость светочистительной матрицы позволяет этот кадр подстраивать даже в тех пределах и обеспечивает качество, даже если кадр, допустим, будет вырезать очень маленький, ну, то есть, если, например, 20 мегапикселей, то даже если вы уменьшите, допустим, кадр в 3 раза, все равно у вас качество изображения статья 4К, вот, а если Full HD, то до 8 раз можно уменьшить, и так далее. Ну, еще одна интересная особенность, тоже, наверное, можно сказать, уникальная, это автоматическая шторка приватности. Для чего она служит, ну, наверное, понятно, да, то есть, если вы, например, пользовались переговорной комнатой, в которой стоят видеокамеры, ну, невольно возникает ощущение, что, как бы, переговариваться не очень опасно, потому что есть видеокамера, и через эту видеокамеру могут подглядывать. Здесь же, в этом решение сделано таким образом, чтобы шторка автоматически закрывала объектив видеокамеры в тех случаях, когда устройство не находится во время видеосвязи. Как только вы переговорили по видеосвязи, шторка автоматически закрылась. Если вам необходимо связаться удаленно с кем-то, шторка автоматически открылась. Артур, у нас есть вопрос в чате, ответишь, может быть, сразу, кратко? Я слушаю. вопрос в чате. Борис, спрашивает. для UVC-40 обязательно USB коммутатор, я понимаю, правильно? Бьет бокс обязательно или нет? Ну, USB адаптер, USB коммутатор Бьет бокс, здесь необходимо, наверное, чтобы подключить экран к этому устройству, потому что у него USB выхода нет. а Бьет бокс как раз именно дает HDMI выход, HDMI вход для подключения, HDMI выход для подключения экрана в приговорную комнату. Соответственно, Бьет бокс даст возможность уже подключаться одним проводом к компьютеру к этой системе. счастливо. Так, Артур, спасибо, спасибо тебе большое. Давайте, значит, перейдем к третьей теме. Значит, я повторю еще раз, что вот третья проблема, была эта проблема бронирования переговорных. как я вижу, и по моему опыту работы, вот сейчас, когда я, прежде чем прийти вот в это помещение, в эту переговорную, я сделал обзвон нескольких коворкингов, ну, не нескольких, я обзвонил четыре коворкинга, в общем, нигде сервис не предоставляется такой именно ВКС-связи, что подтвердило мои предположения, что эта проблема есть, есть такие запросы, причем даже есть такие запросы, с точки зрения там ВКС, не на уровне B2B, даже на уровне B2C. Давайте возьмем банальный вопрос, сейчас там собеседование проходит практически, ну, больше 50 процентов проходят первые собеседования по ВКС, или там если тебе надо собеседоваться, ты приходишь в иностранную компанию, тебе надо собеседоваться с коллегами там за рубежом, у тебя вообще никаких нет вариантов, и ты же не будешь с планшета проводить собеседование свое, то есть понятно, что ты будешь сказать коворкинг, где было бы хорошее соответственно оснащение, хорошая техника, которая тебе позволила бы, позволила бы как минимум произвести хорошее впечатление с точки зрения там картинки, звука, поэтому это я не хотел бы тоже ограничивать и говорить, что это востребовано только на B2B, это я вижу с точки зрения там участных лиц тоже востребованная услуга. Вот, а теперь возвращаясь к бронированию, бронированию переговорных, в общем, проблема есть, и эта проблема тоже решаемая, и решения, которые есть, о них можно рассказывать и нужно рассказывать достаточно долго, поэтому, знаете, как мы обозначили эту проблему, но не будем сегодня ее обсуждать, потому что есть решения, специализированные решения, которые позволяют и бронировать, и потом управлять этими переговорными, удобные интерфейсы, быстрые онлайн бронирование и бронирование, у любого посетителя каворкинга есть карточка, то есть ты подходишь к карточку, авторизуешься, вот обо всех решениях об этих у нас будет, и не только о них, у нас будет отдельный вебинар, будет посвящен управлением объектом недвижимости, цифровым киоском, вывеском, киоском, промышленным персональным компьютером, этот вебинар будет у нас проходить на следующей неделе, если я не ошибаюсь, 24 ноября. Коллеги, вы все получите приглашение, поэтому приглашаю вас посетить более широкий вебинар, посвященный более широкой теме, где, в частности, будет отражена тема бронирования переговорных. 24 ноября ждем вас на этой встрече. Могу даже открыть секрет, будет потом еще один вебинар, посвященный специализированному программному обеспечению для вот этих планшетных компьютеров, так что следите за новостями, про этот аспект тоже расскажем. Теперь вот переходим к вопросу, который от Виталия получили мы, да, кому все это можно продать, администрациям бизнес-центров или их владельцам? Коллеги, вот вы свое мнение выскажу на этот счет, что все зависит от потребности и от конкуренции. Я так полагаю, что сейчас там брожа, которую, или прибыль, которую имеет коворкинг-центр, она достаточная, и в принципе они, возможно, может быть, кто-то смирился там, что такая низкая посещаемость и низкая загрузка, но это вопрос времени, там вопрос полугода или года, тем более, что аналитики все говорят, что, недавно прочитал статью о том, что в течение двух лет во всех бизнес-центрах будут выделены отдельные зоны под коворкинг. Это о чем говорит? О том, что будет очень серьезная конкуренция между различными коворкингами за клиента, либо мы сейчас сами приходим и рассказываем о том, что как можно привлечь клиентов, приходим, конечно, не к арендаторам, а к арендодателям приходим, я не знаю, везде это может быть разные люди, да, кто отвечает за вопросы, там, повышение, где-то, может быть, это там, финансовый директор, где-то, может быть, к IT-службе, которая готова, кому-то прийти с идеей о том, что давайте мы будем ваш коворкинг центра обслуживать с точки зрения IT-инфраструктуры и приходить с этими идеями, ну, вот это мое личное мнение, к сожалению, у нас сейчас так не получается, вроде у нас совместная встреча, вот услышать от вас обратную связь не получается, я вот поделился своим мнением. Если говорить на самом деле про 3CX, у нас есть статья с портретом клиента и тех, у кого возникает такая потребность по организации офисной IP-телефонии на основе этой комбинационной платформы, я могу ссылкой поделиться, конечно, если что, пишите на почту или в комментариях, но общая мысль такая, что самые разные компании, да и на самом деле самые разные люди обращаются, то есть выделить какой-то конкретный канал, то есть, как вы пишите, администрации бизнес-центров или владельцев действительно бывает и то, и другое, и третье, и самые разные кейсы, когда разные люди приходят и высказывают свои боли и свои задачи и свои потребности. Так, ну, вопросов я не вижу, вы знаете, вот тут следующий экспромтом родился слайд, я сейчас вам покажу этот слайд, я сегодня утром добавил в презентацию, я знаю, может быть, вы не видите, это вот в твиттере новость, прочитаешь, Илья, а то у меня тут немножко так... Новость про то, что мэр Якутска объявил о продаже здания мэрии для экономии, соответственно, бюджета города и чиновники все переедут работать именно в каворкинг, вот как нам пишет, собственно, ТЖ. В общем, мы не знаем, как к этому относиться, то, что увидели сегодня, хотели с вами поделиться. Так, случаи бывают разные, каворкинги растут иногда весьма неожиданно. Может быть, они просто какое-то другое помещение тоже называют каворкингом. Понравилось над вами, ну, посмотрим дальше, как будет развиваться. В любом случае, что мы хотим сказать, что число каворкингов будет расти, и аналитики все говорят, что они растут, и рост такой в разы, в разы превосходит, поэтому потребность войти в услуга в каворкинг будет однозначена, поэтому и вы, и мы эта тема как раз для нас. Для нас, где мы с вами можем заработать. Смотря ни на что. Да. Ну, в общем, на этом я хочу сказать, что мы сегодня чуть-чуть затронули, значит, тему решений из нашего портфеля вендоров, это Ялинк, 3CX, и вот проанонсировали решение компании Кьюбик. Напоминаю, что у нас есть другие вендоры, которых мы сегодня немножко обидели и не представили в нашей презентации, хотя, наверное, можно было поговорить, конечно, о решениях и видеонаблюдения компании MailSite, но это мы сделаем там в наших других встречах и будем сегодня загружать. Естественно, каворкинг, как от любого офисного здания, по сути, должно быть оборудовано самыми разными аспектами этой инфраструктуры, так что здесь применимо многое. А так вот, напоминаем, что компания Empematic имеет офисы по России, мы не ограничены только одной мастой, поэтому стараемся быть ближе к вам, наши дорогие партнеры. Давайте работать. Спасибо вам большое. Спасибо за участие. Всем спасибо. До скорых встреч тогда. До свидания. Спасибо всем. Субтитры подогнал «Симон»